Приветствую вас. Я думаю, что вы ревнуете. Вообще ревность это вот именно то самое чувство, которое, ну, вами движет, так сказать, на протяжении всего текста. Ревность, неуверенность в себе, может быть страх, одиночество и так далее. Ну, что здесь сказать. Вы сравниваете себя с девочками, вы подвергаете сомнению свою ценность, вы воспринимаете себя и своего мужчину как собственность, это некое собственническое отношение. Вот. И у вас есть, ну, скажем так, может быть какие-то негативные последствия опыта с интимной сферой либо вашей собственной, либо вашей семьяности. Это вот страх измены. Я бы сказал, что у вас занижена самооценка. Вот. И я бы сказал, что, возможно, вы зависли от молодого человека. Дело в том, что некоторые моменты, некоторые элементы, которые вы описали про своего мужчину, натолкнули меня на то, что человек может привязывать к себе женщин. Вот. И я не думаю, что он делает это специально. Я думаю, что у него это получается, в принципе, вполне естественно. Естественно, да. То есть я не хочу, чтобы вы думали, что он какой-то, знаете, злодей, который вот манипулирует своими девочками. Нет. Я думаю, что это достаточно искренний человек, который именно что вот подкупает своей искренностью, подкупает своей такой открытости, подкупает своей такой чувственности, в том числе и вас. И, собственно, в этом, наверное, и на это нужно обратить внимание, что вы, вероятно, находитесь в любовной зависимости от него. Также вашей проблемой является то, что вам необходимо доказывать любовь. То есть именно вам необходимо доказывать, что другой человек вас любит. Ну и то, что вы, как я повторюсь, конкурируете с другими девушками, это очевиднейший факт. Теперь. Вы говорите, я с трудом стерживаюсь, чтобы не высказать ему то, что я всё вижу. Что именно высказать? Вот давайте подумаем, что именно вы хотите высказать. Что-то высказать, безусловно, нужно. Потому что объективно парень ведёт себя не совсем добросовестно по отношению к вам. С другой стороны, важно высказать именно то, что вы чувствуете, но в то же время и взять на себя ответственность за то, что вы чувствуете. Видите, тот факт, что мужчина взаимодействует с другими девушками, вызывает у вас ощущение, что вы можете не давать ему достаточно внимания. Что, как бы, уже намекает на то, что в отношениях вы отдаёте больше, чем для вас естественным. В отношениях вы отдаёте, как бы, жертвуя собой. Ну, пытаясь жертвовать собой и жертвуя, наверное, собой, я так думаю. Ради того, чтобы по итогу получить то, в чём вы, ну, да, наверное. Ну, а именно, вот это, как, я думаю, это касается отношений. То есть, эм, стоит возникнуть какой-то ситуации, типа данной, и вы тут же даётесь вопросом, а почему мне не приходят мысли с кем-то общаться. Ну, может быть, потому что люди разные, да. Вот как связано то, что он общается, взаимодействует с другими девушками, и то, что вы не уделяете ему внимания, что тут, как бы, что тоже, ну, тоже такой важный достаточный момент. Потому что, извините, вещи совершенно разные, совершенно, как бы, ну, из разных, так сказать, сфер. Вот, потому что внимание, которое человек получает от вас, и в целом отношения с вами, это, одно, а вот его взаимодействие с другими девушками, это совсем другое. Это разно. Совершенно, разно. Ну, вот, нужно этот вам момент обязательно учитывать. Обязательно. Если вы этого не будете делать, то могут возникнуть серьезные проблемы у вас. Дальше. Необходимо Понимать, что то вы не сможете по собственному желанию перестать волноваться, перестать беспокоиться. то у вас это сделать не получится. То есть, вы будете волноваться, вы будете переживать, вы будете беспокоиться, ну, просто потому что поэтому поэтому лучше вам признать, что вас это волнует и начать, наверное, разбираться в себе, начать как-то исследовать себя, начать смотреть на то, что происходит с вами. Я имею ввиду поиследовать и поработать со своими страхами, которые у вас вне всякого сомнения присутствуют. И дальше уже смотреть как вы можете вести себя в отношениях. Не исключено, что мужчина просто вот он такой, он просто так себя ведет, он просто такой общительный и действительно ничего не хочет плохого. Не исключено, что мужчина не видит ничего плохого. Но ваша проблема именно ваша проблематика заключается в том, что ты сам в себе не доверяешь. То есть вам необходима уверенность в другом человеке. и в этом крайне большая проблема. Вы говорите, что по мне очень сильно ударило то, что я увидела по переписку. его с бывшей девушкой. По мне это сильно ударило. Говорите вы. При этом вы не пишите о том, чем вас это ударило. ударило. Ну, как так выслали в этом ударе. А это очень важный момент. То есть крайне важно а понимать. Семь в этом ударе. Семь в этом неприятном. Ага, это было в к сожалению не пишет. Вот. Поэтому я предлагаю вам в том числе начать какую-то работу, какое-то исследование с этого момента. То есть момента изучение вот своей такой достаточно может быть негативной реакции. Так. Значит я вижу как он заходит рассказал о выставе. Так. Вы как будто бы стыдитесь своих эмоций. еще такой вот немаловажный момент как мне кажется присутствует. следите своих эмоций. Вы не желаете брать ответственность за свои ну чувства что ли. Вот. И это мне кажется тоже такой достаточно серьезной проблемы. То есть вы пытаетесь в какой-то степени наверное переложить ответственность за ну себя да на человека. То есть вы что-то ощущаете но ответственность за это брать не хотите. Боитесь стыдитесь и так вот. Ну естественно это не может не чувствоваться мужчиной да ну в принципе это любимый человек бы ощущалось не только вашим мужчиной что если вы стыдите своих переживаний то в общем да это лишь вопрос времени когда ну когда это будет чувствоваться. Вот поэтому я бы сказал что здесь желательно более может быть как-то лояльно более лояльно что ли отменся дает что это глупо понимает в том что обносится в цифре обносить лояльно что ли отменся что к преиму Переживание. Переживание. Вот. Именно более лояльно это делать. Вот. Мне кажется, что для вас это достаточно актуально. Для вас это достаточно актуально. Вот. Прямо что вы считаете, все будет так. Вот. Дальше. Я терплюсь, чтобы не высказать. Я боюсь, что отношения испортят, что их нельзя будет сонять, между нами больше не будет доверен. Ну, мне с вами доверия в общем-то нет и сейчас. По большому счету. Вот. То есть не похоже. Честно говоря, что сейчас между вами есть доверия. Совершенно. Как бы не похоже. Поэтому тут вот момент в том, не обманываете ли вы себя. Понимаете, какая штука. На мой взгляд, вы склонны, конечно, себя обманывать здесь. Вот. Желая какого-то доверия, но при этом самостоятельно не доверяя человеку. Вы же ему не доверяете. Доверие без, ну, с двух сторон это не доверие. С другой стороны, легко можно понять, почему вы не доверяете. Ага. Потому что вы не доверяете себе, в первую очередь. Вы не верите в свою собственную ценность и в этом заключается основная трудность. Вот. То есть вы сомневаетесь в своей ценностью. Ну и боитесь, как я уже сказал, потерять своего мужчину. Ого. Еще. Еще один немало важный момент. Смотрите. У вашего мужчины есть определенная специфическая черта. Он такой общительный, он такой вот все. А как бы он достаточно реалистично смотрит на мир, на реальность. Да, он говорит, что не знает, что будет в будущем. Это правда. Вот. Он понимает, что будущее не определенное. Вас это смущает, потому что вы нуждаетесь в определенности какой-то. Вот. Но момент здесь в том, что отчасти вы его полюбили. Потому что он такой, какой он есть. Мужчина. И вот одно из этих качеств, которые вам изначально, может быть, понравилось. Одно из этих качеств. Одно из этих качеств было вот тем самым. Такая его общительность. Такая его искренность. Такая его какая-то вот сконтанность, может быть. У вас это привлекает человек. Ну, понятно, что не только это, конечно. Но, как мне кажется, вы как будто были не готовы отвечать за выбор человека. Потому что, если, например, вы выбираете человека, который много путешествует, который много, например, работает, да, допустим, там, государственного служащего или военного служащего. Или человека, который работает вахтовым методом. Вот. То совершенно очевидно и нормально, что такой человек с вами все время проводить не сможет. И естественно, что выбирая его, вы отвечаете за то, как вы отвечаете за свой выбор. А здесь вы такое ощущение, что за свой выбор отвечать не готовы. И вы хотите, чтобы некоторые позитивные черты и качества мужчины играли только вам на пользу. Но не имели никаких негативных аспектов. Так не бывало. Вот. Поэтому, да, вы не уверены в себе, да, вы ревнуете, да, вы боитесь потерять человека, да, возможно, быть с него зависимым. Вот. И тогда вы навязаетесь в каком-то разрешении, ну и, да, у вас проблемы с выражением чувств. Это то, на что нужно обратить здесь внимание и соответственно с этим работать. Можно ли сейчас выражать свои чувства? Да, но только выражать именно то, что вы чувствуете, во-первых. Во-вторых, без обвинения. Вот. И в-третьих, это то, что ваши проблемы, вероятно, этого не разрешат. Потому что мы живем среди людей и соответственно, когда контакты происходят, вам нужно принять для себя то, что человек каждый раз, каждый день, каждую секунду выбирает быть с вами. И вам нужно быть готовы, готовы его отпустить, если это истинные отношения. Тот флаг, что вы не можете его сейчас отпустить, говорить о наличии некоторых проблем у вас, которые нужно решить. По этому всем, я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!